Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Джорджа Брикс «Икона». Эта книга вышла на русском языке в сентябре этого года и уже стала бестселлером. Тираж практически невозможно найти. Во всех книжных магазинах ее раскупили. Можно ее найти только в церковных лавках и на сайте издательства, которое ее издало. Так вот, что же эта книга делает такой популярной? Во-первых, то, что она не вписывается в контекст так называемого православного чтила. То есть слащавого, елейного такой прозы, которая описывает благостные всякие переживания, не имеет никакого отношения к православию. Потому что православие – это борьба, это война с грехом, в первую очередь, и с дьяволом. Но в этой книге все есть, все, что есть в искусственном православии. Потому что она описывает жизнь православной общины в будущем. Это антиутопия. Она описывает, как в будущем толерантное общество становится обществом репрессивным, получаясь на христиан. Книга довольно жесткая, она от лица написана двенадцатилетней девочке, но при этом это не подростковая литература. Это очень серьезный и глубокий текст. Серьезные и глубокие проблемы. И главная героиня – довольно взрослое, зрелое существо, которое встает перед проблемами для детей, зачастую непонятными. Так вот, что остается главной героине? И вообще, каково жить в Америке сегодня? Каково нам будет всем жить завтра? Об этом эта книга. К счастью, эта книга развенчивает стереотипы об Америке, как о стране поголовно-протестантской, частично католической. Она показывает, что в Алабаме, где происходит действие, откуда родом автор этой книги, есть православная община, которая стремится чувствовать литургию, любит церковные праздники, любит Бога, любит ближних, ощущает себя в контексте предания и способна противопоставить себя толерантному обществу, которая, как говорит автор в одном из фрагментов этой книги, создает мир, разбавленный водой. Действие этой книги происходит под Рождеством, но при этом для всего мира это всего лишь зимние праздники. Мир без литургии, мир без ожидания рождающегося Христа становится каким-то обесплотным, каким-то лайтовым и при этом репрессивным. В этом двуличие этого общества репрессивно-толерантного, который уничтожает инкомыслящих и при этом стремится якобы всех со всеми примирить. Описано в этой книге это общество всеоружие, психоанализы, психологии, социологии, форм перевоспитания и прочих-прочих вещей, которые порой выглядят ужасно, чудовищно, вплоть до пыток над детьми. Это общество, которое напоминает чем-то Оруэлла, чем-то Хаксли, чем-то Замятины, но больше всего книгу Брэдбери, бессмертную книгу, 451 градусов по Фрингейту. Потому что православные в этой книге это люди галактии Гутенберга, люди аналоговой эры, люди книги, читающие книги, люди рассуждающие, размышляющие, стремящиеся остановиться, подумать. И все остальные, которые включаются без оглядки, в окружающую суету, теряют неостатки человечности. В этой книге мы видим, как люди, зомбированные телевидением, зомбированные интернетом, цифровыми технологиями, принимают это, принимают все, что им навязывает это репрессивно-толерантное общество и готовы за это биться и бороться. Например, делает дедушка главной героиней. Но есть и люди, которые стремятся защитить свою веру, стремятся защитить свои убеждения в кладо смерти, в кладо мученической кончины. Это показывает нам, что мученичество в будущем будет особой привилегией для тех, кто действительно готов выдержать все и претерпеть до конца. В этой книге мы видим, как святые включаются в жизнь человека, как икона святителя Николая «Спасать жизнь девочки». Потом эта икона становится прообразом самой жизни этой девочки, как святые вмешиваются в жизнь человека, они помогают ему. Потом, как человек, как образ Божий, как икона Бога, стремящийся сохранить себя неоскорненной от зла, готова защитить себя, защитить свои убеждения вплоть до самопожертвования. Эта книга очень полезная сегодня, потому что мы думаем порой, что нас, Россию, все это обойдет стороной. С нашей державностью, с нашими скрепами, с нашими имперскими амбициями, с нашей традиционностью. Все это, на самом деле, блеф. Потому что в последние дни не минут никого. Ни Америку, ни Россию. Если в скором времени либералы придут в власти в России, снова как в 90-е, все это повторится, и репрессивная толерантность снова возьмет верх над здравым смыслом. И снова начнется притеснение истины, притеснение Церкви. Когда-то было при коммунизме. Так вот, предчувствие пришествия Антихриста, предчувствие пришествия Великого Больстителя, который, может быть, придет из России, как считал, например, святитель Иргнатий Гринчанинов. Предчувствие пришествия этого Великого Больстителя, этого последнего диктатора и религиозного деятеля, который обольстит все народы. И винов был в ельне свой, он обоит все народы. Как и вот цивилизация, созданная им, это бавилонская блудница. Так вот, предчувствие всего этого есть в этой книге. Но тут еще нет Антихриста. Это не окончательная, так сказать, это антиутопия, написанная не по мотивам последней книги Нового Завета. Это вполне самостоятельное произведение, очень четко, прекрасательно написанное, прочитывающееся за несколько дней, прохватывающееся, написанное очень увлекательно, и прекрасно переведенное. Есть, конечно, некие претензии к последней главе, потому что никто не может знать того, что произойдет. Даже автор все это несколько искусственно выглядит. Но все-таки, несмотря на это, книга довольно талантливая, на мой взгляд, внимательнее стоит прочитать любому, любому христианину, каждому задумывающемуся о том, что в мире современного либерализма, этого повседневного бытового сатанизма, выжить практически невозможно, если нет веры в Бога, веры в Христа, который поддерживает, защищает веру в Церковь, которая окормляет, даже будучи катакомбами, даже будучи таинственной, даже будучи секретной. В этой книге описан храм, который создан в трейлере, священники, которые скрываются, работая библиотекарями, и многое другое. Стоит прочитать эту книгу, я всем это советую. До свидания.